Всем привет и добро пожаловать на канал Weapons Geek, где я рассказываю про оружие из игр, фильмов и сериалов. И в этом ролике речь пойдет про такие интересные штуки, как подствольные гранатометы. Вы узнаете, кто их впервые изобрел, где они применялись и чьи гранатометы лучше, наши или американские. И если вам стало интересно, то ставь лайк и подписывайся на канал. Флэшку! Флэшку кидай! Погнали! Черт, у него какая-то защита глаз! Черт, ты голгот, я ни хрена не вижу! Нужно что-то мощное. Вау, босс, что за красота? На изи-дропе вашим выбил, с третьего кейса упал. Ну-ка, разойдись! Мои глаза! Изи-дроп. Ослепительные скины. А если ты тоже хочешь себе ослепительных скинов, тогда отправляйся на изи-дроп по ссылочке в описании. И когда будешь пополнять счет, то обязательно активируй промокод под ствол, который даст тебе плюс 40% к балансу, чтобы ты выиграл еще больше классных скинов. А еще на изи-дропе сейчас проходит конкурс на драгон лор и еще кучу дорогих скинов. А чтобы поучаствовать в розыгрыше, достаточно сделать парочку простых действий и пополни счет на сайте, так что переходи на изи-дроп по ссылочке в описании. Думаю, всем будет интересно сначала узнать, какая она была основная причина появления первых подствольных гранатометов. Во времена Первой мировой войны военные стали замечать, что существует мертвая зона между предельной дистанцией броска ручной гранаты, которая составляла 40-50 метров, и минимальной дистанцией огня минометов, которая в тот момент составляла порядка 150-200 метров. И на таком расстоянии эффективно поражать врага возможности просто не было. И чтобы достать противника на этой промежуточной дистанции, бойцам приходилось совершать самые настоящие подвиги, рискуя своей жизнью. И им приходилось пробираться под шквальным огнем и взрывами, чтобы иметь возможность достать противника гранатой. Самыми первыми предпосылками к появлению подствольников были винтовочные гранаты, которые использовались в дульных гранатометах уже в Первую мировую войну. К примеру, немецкими войсками активно использовался гранатомет, который мог устанавливаться на карабин Mauser 98K, а также множество других винтовок тех времен. Для запуска гранат тогда использовались специальные холостые патроны, иногда с увеличенным зарядом пороха. Но прикол был в том, что по сути это все еще были наствольные гранатометы, ведь они надевались прямо поверх дула оружия. И основным минусом подобного девайса было то, что его нужно было постоянно снимать и надевать на винтовку. То есть ты зарядил холостые патроны, прикрутил этот гранатомет, затем снял его и вставил обычные патроны, и только после этого можно было продолжить обычную стрельбу. И на первое время это был единственный способ снабдить солдат подобными гранатометами. Но далее, уже во времена Второй мировой войны, немцы придумали свои ручные гранатометы под названием «Камп в пистоле», которые выглядели как пистолет, стреляющий различными типами гранат. А затем позже, во времена войны во Вьетнаме, американцы тоже изобрели свой вариант под названием М-79. И лишь к концу 1960-х американская армия заключила контракт с компанией AAI на разработку подствольного гранатомета для принятой на вооружение штурмовой винтовки М-16. В итоге, в 1970 году первая партия гранатометов под обозначением М-203 была отправлена во Вьетнам для проведения войсковых испытаний. И, судя по всему, все прошло удачно, ведь по результатам испытаний армия США разместила заказ на большое количество таких подствольных гранатометов, которые позже производились известной компанией Кольт. Ну а когда мы разобрались, откуда эти самые подствольные гранатометы появились, то давайте разберем то, как они работают на примере М-203. На самом деле, все подствольники устроены намного проще, чем вы думаете. Тот же самый американский вариант представляет из себя всего лишь сам ствол, в который загружается специальная граната. Баек, который ударяет по капсулю гранаты, и спусковой крючок с предохранителем. И по сути это все. Ты дергаешь за спуск, граната вылетает из ствола, и противнику становится весьма неприятно. Но основная суть подствольника состоит в гранатах, которыми он выстреливает. И тот же самый М-203 применяет для выстрела калибр 40 на 46 мм. При этом разновидностей самих гранат существует огромное множество. Например, есть М-397, которая после приземления выстреливает вверх, на дистанцию около метра ручной гранатой, взрывающейся в воздухе. Есть также и нелетальные гранаты, типа света шумовых или тех, что выпускают резиновые пули. Также есть гранаты со слезоточивым газом для разгона массовых беспорядков. Но, естественно, американцы не были единственными, кто придумали свой гранатомет. И наши тоже не отставали от конкурентов. Самый первый отечественный подствольник назывался ГП-25 и был принят на вооружение в 1978 году. Естественно, он цеплялся на различного рода калаши и прочие пушки российского происхождения. А позднее уже появились модификации ГП-30 и ГП-34. И эта нехитрая аббревиатура как раз и означает «гранатомет подствольный», который и по сегодняшний день стоит на вооружении многих подразделений. Стреляет такой подствольник нашими гранатами ВОГ-25, которые, естественно, как и американские, имеют массу модификаций и аналогов. Например, есть граната с названием «Подкидыш», которая точно так же при контакте с препятствием выплевывает из себя взрывной заряд на высоту полтора метра, который только после этого взрывается. Ещё, конечно же, есть различные дымовые варианты, светошумовые и всяческие нелетальные разновидности. И здесь, конечно же, напрашивается сравнение, какой же подствольник круче, наш или американский. Давайте разбираться. Начнём с веса. М203 здесь лидирует, имея вес 1,36 кг против полутора килограммов у нашего образца. При этом ствол у М203 длиннее почти в три раза, а значит такой подствольник в теории должен и стрелять в три раза дальше. И длина американского образца составляет 30 сантиметров против 12 у нашего ГП-25. А вот дальше начинается магия, и вы поймёте почему. Калибр гранат вроде бы одинаковый, и он в обоих случаях составляет 40 миллиметров. Скорострельность у обоих образцов, опять же, почти одинаковая, и составляет в районе 6 выстрелов в минуту. И даже начальная скорость полёта снаряда совпадает 75 метров в секунду в обоих случаях. Ну а что касается максимальной дальности, то по идее М203 должен стрелять в 2-3 раза дальше, раз у него ствол длиннее. Но нифига подобного. Максимальная дальность обоих гранатомётов составляет в районе 400 метров. И вот тут как раз появляются вопросы, как же так получилось. А случилось это потому, что российские конструкторы продумали гранаты для подствольников намного лучше, чем американцы, и это факт. И чтобы вы понимали, в 1978 были даже проведены сравнительные испытания американского и российского гранатомёта. И по итогу советский вариант имел значительные преимущества. Оба варианта гранат выпускали по специальным мишеням, которые имитировали живую силу противника. И при этих тестах было выявлено, что частота поражения мишеней от нашей гранаты в 3-4 раза выше, чем от разрыва американского варианта. С дальностью выстрела всё то же самое. И наши гранаты оказались намного эффективнее, чем американские. И вот вроде мы привыкли, что обычно Америка всё изначально делает лучше, однако с гранатомётами отечественный вариант выходит явным победителем. Но при этом не стоит думать, что подствольный гранатомёт – это одни лишь плюсы. И присоединяя его к своему оружию, ты в довесок получаешь ещё и целый ряд неудобств. И первое из них – это, конечно же, дополнительный вес. Ведь по сути подствольный гранатомёт почти в полтора раза увеличивает массу винтовки. Может быть на первое время это будет и не так заметно, но в затяжных противостояниях и долгих боях таскать с собой лишние полтора килограмма в руках будет достаточно утомительно. Вот как раз поэтому далеко не всегда мы можем увидеть подствольник на поле боя, и стоит дважды задуматься прежде, чем таскать его с собой. А если взять американский М-203, то он ещё и достаточно длинный, что заметно увеличивает габариты вашего оружия и будет мешать при езде в транспорте или при перемещении в узких пространствах. А ещё многие американские солдаты жаловались, что с таким гранатомётом оружие достаточно сильно гремит. И происходит это из-за кольца, на которое крепится ремень оружия. Ведь оно постоянно стучит по гранатомёту, издавая неприятные звуки при ходьбе, и мешая незаметно подкрасться к врагу. И даже более того, достаточно нередкими бывали случаи, когда тот самый М-203 мог после очередного выстрела просто отвалиться от вашего оружия, ведь крепился к винтовке он далеко не настолько надёжно, как этого хотелось бы. Ну конечно же геймеры встречали гранатомёты скорее в игре, чем в реальной жизни. И давайте сравним, насколько реалистично они там переданы. И начнём мы с американского М-203 и конечно же серии игр Call of Duty. А если конкретнее, возьмём в пример мультиплеерную часть Warzone, где М-203 можно нацепить на кучу различного оружия. Там этот гранатомёт, как и в реальности, стреляет достаточно далеко, в отличие от предыдущих частей игры. Также он имеет хороший урон, но не всегда достаточный, чтобы ваншотнуть противника взрывом. Тогда как в реальности, если вам пролетит под ноги разрывная граната, то продолжить бой вы вряд ли сможете. Единственное, что в Warzone нельзя выбрать тип боеприпасов, и в подствольнике всегда будет именно осколочная граната. В то время как в реальности такие подствольники по большей части используют для дымовых и светошумовых гранат. А вот если говорить про российский ГП-25, то естественно хочется посмотреть, что же сделали с ним в Таркове. И в этой игре он естественно присутствует. Вот только версия более новая, ГП-34 с удлинённым стволом, как и в реальности. Этот гранатомёт можно нацепить почти на все винтовки серии АК, как и в реальной жизни. Ну и мы все надеемся, что по крайней мере в Таркове должны были сделать кучу различных гранат для этого поствольника. Но нифига подобного. В игре из гранат, которыми можно стрелять, есть только самая обычная. Осколочная граната. ВОК-25. Да, там есть ещё и ВОК-30, но это квестовый предмет, и им, к сожалению, в игре воспользоваться не получается. А ведь даже в Сталкере было минимум два варианта гранат, один из которых был тот самый подкидыш с подпрыгивающей гранатой. Но вот в Таркове, к сожалению, гранату всё же оставили одну. По дальности особых нареканий тоже нет. Подствольник всё так же может выстрелить на 400 метров. Что же касается урона, то тоже не совсем понятно. Иногда он ваншотает противника с одного попадания, а иногда нет. В то время как в реальности подобной гранатой можно не то же человека, а целую стену снести к чертям. Так что в этот раз Тарков нас неприятно удивил. Ну а в каких играх вы ещё встречали подствольные гранатомёты? Напишите об этом в комментариях.